Радио Болтком И тебя вылечат И тебя тоже вылечат Ну что же, у нас начинается программа Диагноз недели После некоторого перерыва Связанного с пасхальными выходными Резник Мартов Психиатр-психотерапевт В нашей студии Здравствуйте Добрый день И я понимаю, сегодня тема звучит следующим образом О неврозах и излишней сложности Что под этим подразумевается Начну издалека Мы как-то уже упоминали В наших передачах Есть такой принцип, называется Бритва Оккама или Лезвия Оккама По имени Средневекового английского Монаха, философа Известного логика Доктора теологии Уильяма Оккама Или Уильяма из Оккама Он в своем прославился Как мастер логических диспутов Мастер логических формулировок И даже был известен Как непобедимый доктор Потому что из всех диспутов Он уходил победителем Так вот Принцип Оккама Бритва Оккама Случается в следующем выражении Не нужно приумножать число сущностей Без необходимости Ну то есть если человек видит Например что-то напоминающее Летающую тарелку Логичнее все-таки предположить Что это какой-нибудь след Инверсивный от самолета Или какое-нибудь оптическое явление А не сразу какая-то более сложная версия О визите инопланетян Или чем-то еще другом Вообще это утверждение Это не некая аксиома Это скорее как способ мышления Способ подхода к проблемам К анализам и так далее Так же как говорил Окком Если что-то можно объяснить меньшим Не следует объяснять это большим То есть Излишние усложнения Только вредят Они занимают лишнее время Они искажают восприятие И решение проблемы Почему я об этом говорю Потому что подход Невротической личности К различным проблемам И их решениям Он и есть Подход вопреки принципу Оккому То есть невроз Это всегда об усложнении Ну Пара простых примеров Которые Мне кажется Мысль Прекрасно иллюстрирует собой Невроз навязчивых состояний Или обсессивно-компульсивное расстройство Там есть простые Понятные вещи Невротическая личность Всегда их без необходимости Усложняет Движимая Внутренним конфликтом Движимая Травматичной обстановкой В которой она сформировалась И так далее Что они в рост Навязчивых состояний Люди Которых посещают Бесконечные Навязчивые мысли Которые не имеют Никакого отношения К Реальности Но Они заполняют Сознание Человека Они Заставляют его Бесконечно Их отгонять Или пытаться Строить свою жизнь Исходя Из этих мыслей Прекрасная иллюстрация Частью Обсестивно Компульсивного Расстройства Являются То что называется Ритуалы То есть Человек От этой Переполняющей Его тревоги Начинает Искать Какие-то Выходы Из нее Выходы Из нее Не обращаясь К медицине Или не обращаясь К психологическим Практикам Он начинает Искать Способ Как же Эту тревогу Ослабить И начинает Сам придумывать Ритуалы Ну Как мы знаем Ритуалы Вообще Древняя История Человечества Религиозные Ритуалы Которые Дают Некое Чувство Защищенности И допустим Человек Придумывает Для себя Ритуалы Просто Им Нет числа Мы все знаем Простейшие Ритуалы Типа Постучать По дереву И поплевать Там Через плечо Трижды У нас Это занимает Пару секунд И все Теперь представьте Человека Для которого Эти ритуалы По-настоящему Важны В какой-то момент Человек Думает Что если Я не выполню Такой-то Такой-то Ритуал То мой день Весь пойдет На смарку У меня сегодня Ничего не получится На работе Меня ждут Несчастье Неудачи И так далее Или еще хуже Если я Не исполню Этот ритуал Появляется Такая страшная Без кавычек Мысль То что-то Случится С кем-то Из моих Близких Или со мной И ритуалы Начинают Приумножаться Ну допустим Человек должен Встать с постели В ровно Определенном Порядке Совершить Определенную Последовательность Действий Начать Одеваться В строгой Последовательности При этом Все это Может перемежаться Какими-нибудь Словами Знаковыми Поворотами На месте Если Ритуал Нарушен Надо начинать Его сначала То есть В итоге Есть люди Которые Час Два Не могут Просто выйти Из комнаты Потому что Количество Ритуалов Растет Количество Ритуалов Должно Не то чтобы быть Огромным Но тщательно Соблюдаться Срыв Нарушения Ритуала Ведет К возобновлению Ритуала То есть Это Нечто Поглощающее Огромное Количество Времени Сил Не говоря Уж о том Что каждое Нарушение Ритуала Вызывает В человеке Еще больше Всплеск Тревоги Я хочу Сказать Что Люди Которые Одержимы Ритуалами Это Не обязательно Должны быть Какие-нибудь Люди Обладающие Незавершенным Образованием Люди С Нишим Образованием Это могут быть И интеллектуальные люди Это могут быть Достаточно успешные Известные И артисты В истории Известно Немало Примеров Когда Такими Странностями Как раз Были Одержимы Люди Невероятно Казалось бы И интеллектуально Развитые И художники И писатели Обычно Люди Связанные С искусством Но Можно вспомнить Эммануила Канта Который Выходил Ровно В какое-то Сверяли По нему Часы И обязательно За обедом У него должно Быть какое-то Определенное Количество Человек То есть вот какие-то Вещи Которые тоже Вот Были Характерны Для человека Одного из самых Гениальных людей Своей эпохи Вы совершенно Правы Олег Потому что Неврос навязчивости Не имеет Никакого отношения К интеллекту Человек То есть Может посещать Самых разных Людей И интеллектуалов И не интеллектуалов Более того Чем Сложнее Устроен Личность Ну Как любой Механизм Чем сложнее Механизм Тем больше Уязвимых Точек Тем больше Шанс Что у него Сломаются Словно Говоря Если Когда-то Жигули Или москвич Люди Чинили у себя В гаражах Сами То Способность Человеку Починить Современный Автомобиль Самому У себя В гараже Практически Равно Нулю Я Помню Была Какая-то Вот Совершенно Удивительная История Когда Конструктору Принесли Чертеж И Ну Известному Советскому И он Ткнув Ручки Сказал Что Что это С безопасностью Если этот клапан Будет открыт Этот закрыт Это же Приведет К взрыву И все Поразились Насколько Он быстро Отреагировал А он сказал Вы знаете Я просто был уверен Что в этой сложной системе Ну вот я просто Наугад взял Два клапана И Ну действительно Оказалось Что вот В случае Если один будет закрыт А другой открыт То это приведет К взрыву Там Каким-то Вот Выходу из строя Хорошая параллель Потому что Ненужные усложнения В механизме В какой-то Конструкции Ведут К возможным Нарушениям Безопасности И так далее Ненужные усложнения В том Как мы выстраиваем Свою жизнь В том Как мы воспринимаем Проблемы И решаем их Ощутимое снижение Качества Нашей жизни Ощутимое снижение Качества Или например Когда ритуал Угрожает Жизни человека Кто это У свидетелей Ягов Или у кого запрещено Переливание крови Да По-моему Как раз По-моему Я не уверен Точно у кого-то Из этих направлений То есть Тоже Та ситуация Когда верность Ритуалу Соблюдение Ритуала Важнее Человеческой Жизни У нас В нашей повседневной жизни Мы Обычно Не связаны С религией Или не настолько Связаны С религией Вот это Необходимость Человека В усложнении Жизни В выстраивании Невротических Отношений Вот невротические Отношения Тоже очень Сложные И запутанные Им Обычно И посвящены Книги Фильмы Где речь идет О каких-то Мелодрамах Где люди Друг друга Мучают Приступами Необоснованной Ревности И тому подобным Вещами То есть Это тоже Невроз Об усложнении Там где Вроде бы Все Должно быть Достаточно Просто И хорошо Люди Привносят Свой Бессознательный Травматичный Опыт И начинают Выстраивать Отношения Исходя Из того Что было Где-то И когда-то Мне очень нравится Пример Когда Офицеры Возвращались Из Афганистана Военная То иногда Заслышав Где-то Кто-то Идетопис Мемуар Что Шум трамвая Автоматически Бросались В укрытие Что-то Напоминало Звук Прилетающего Снаряда Или чего-нибудь В этом духе То есть Вот Такой Тоже Пример Когда Реальность Усложняется Потому что Не совсем В ней Живешь Какой Еще У нас Есть Прекрасный Пример Невроза Усложняющего Жизнь Есть Понятие В сексологии Невроз Ожидания Так Называем Если У мужчины В сексе Что-то Не получилось С партнершей Проблемы С эрекцией Или Все происходит Слишком быстро То есть Казалось бы Есть Проблемы Которые Надо Как-то Решать Или Поговорить Откровенно С партнершей Вратиться За помощью Куда-то И так Далее Что Начинает Делать Этот Человек Он Начинает С тревогой Со страхом Ожидать Следующих Следующего Эпизода Отношений И Если Изначально Все это Было О любви О нежности О стремлении Получать Какое-то Наслаждение И давать Своему Партнеру Что Происходит Это Все Куда-то Уходит На задний План На передний План Выходит Чувство Вины Чувство Тревоги Чувство Страха Потому что Сейчас У меня Что-то Опять Не Получится И Возникает Опять Длинная Сложная Невротическая Конструкция Человек Или Начинает Избегать Всего Этого Или Заранее Впадает В ступор И напряжение В Ждание Приближающегося Секса И Что В тот момент Происходит Вроде бы Это Отношение Двоих Людей И Вроде Это О том Что Ты Чувствуешь Своей Партнершей В этот момент Человек Перестает Думать О партнерше Вообще Партнерша Единственная Для чего Не для удовольствия Не для радости Она Воображаемый Источник Гнева Наказания Стыда За то Что Ты не справился С этими Обязанностями Чувство Вины И в этот момент Партнерша Превращается В кого-то Очень Грозного И карающего Какой-то Образ Звонок Пока мы Ждали Да Появился 67212 93 9 Я на всякий случай Напомню телефон Здравствуйте Здравствуйте Я хотел бы И психологу Такой вопрос В свете Современных Событий Я пришел К ужасной Мысли Что любая Страна Может стать Агрессором Напав на другую И безнаказанной И ничего не будет Ни организация Объединенных наций Ни НАТО Ничего не могут Сделать И это будет Продолжаться Уже Китай На Тайвань Хочет нападать Что вообще делать Что в мире происходит Да Но это скорее Вот Видите У нас пример Излишней усложненности Казалось бы Где тут Китай Где тут Тайвань А где вы Уважаемый слушатель Вопрос Что вам делать Я понимаю Что мы все Наверное Не любим войну Мы все Об этом Переживаем И тревожимся До какой-то степени Но Пробуждается Тревога И начинает Вот это Идет война Там Мир впадает В безумие Мир впадает В агрессию Уже и Китай С Тайвань Боже Что нам делать Я думаю Здесь Вот здесь Как раз Можно задать себе Простой вопрос Что вы можете Сделать Каким образом Лично вы можете Повлиять на Безопасность в мире На отношения Китая С Тайвань С Тайванем Россией С Украиной И так далее И так далее Если честно На этот вопрос Ответите То что вы можете Сделать Как и все мы Это Жить своей жизнью Прекрасная вещь Наша повседневная Наша повседневная Рутина Отношения с близкими Любимое дело Работа Забота О своем здоровье О доме В котором вы живете Помогать Если есть возможность Тем кто нуждается В помощи Или принимать Помощь от кого-то Искать утешение И давать утешение Все что можете делать А читать новости И анализировать Что там будет У Китая с Тайванем Напоминается Старый анекдот Начинавший со слов Беспокоит меня Этот гондурас Вот Я вам хочу Посоветовать Отбросить лишние Сложности Можно волноваться Мы же В мире Где одна страна Может напасть на другую Все человечество Живет в таком мире И периодически В нашей истории Возникает Увы будут возникать Моменты Какое-то государство Чувствует себя в силе Напасть на другое государство Человечество пытается Тому противостоять Не очень успешно Но это происходит И будет происходить Поэтому Что может проще Всего займитесь Своей жизнью И жизнью людей Которые вас окружают Но если Вот у человека Действительно Появляется Искушение Вот Поролистать Как вот Почесать Это вот место Которое чешется Просмотреть Ленту новостей Или я уж не знаю Там в какой-нибудь Социальной сети И потом полистать Как правило Ищут Это замкнут Тревога 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 Ищет себе Точку приложения Точку приложения Тревожные Находят В этих бесконечных Новостях В чтении Те кто Помоложе Может чтение Бесконечных Блогеров Чужих мнений И так далее В итоге К сожалению Ваша собственная Жизнь Растворяется В потоке Чужих мнений Не всегда Правильных Информации Не всегда Правдивой И так далее Поэтому То что я Все делаю сам И советую Большинство людей Ну Если все это Не касается Чего-то На что вы На прямом Можете Повлиять Какой смысл Тратить свою жизнь На бесконечное Чтение новостей Вы их прочтете И не успокоитесь Вы выйдете Из этого Еще более Напуганными Еще более Растревожными А может Разозленными Будете искать Точку приложения С злости И тревоги Скорее всего Это льется Вашим близким Скажется На вашем здоровье На вашем ежедневном Функционировании Поэтому Такая простая Гигиена Не надо Лезть туда Где тревожно Где твое вмешательство Точно Не сделает Ничью жизнь В том числе И вашу лучше Можно ли это Выразить Вот словами Из популярного Мультфильма Король лев Акуна Матата Вот такую философию Что жить Не напрягаясь Не забивая голову Какими-то Тревожными вещами Беда в том Что выразить Это можно И на свете Есть множество Хороших Успокаивающих Фраз Молитв Еще чего-нибудь Но Это как Костюмчик Кому-то подойдет А кому-то нет И здесь То же самое Если тревожный человек Прозвитет фразу Акуна Матата Он не станет От вас спокойным К сожалению Он уже Если человек Настолько тревогой Инфицирован Значит Эта тревога То, что он прочел Упала на заранее Подготовленную почву И вот тут мы возвращаемся К тому С чего мы начали О неврозах Об усложнении Откуда вообще Эта невротическая тяга К усложнению Берется Потому что Человек Становящийся Подверженным неврозом Это ведь не на пустом месте Обычно это не так Что вот был человек Спокойно Уверенный в себе В какой-то момент Он вдруг развалился И жизнью Стало Что не иррационально Обычно это люди У которых Изначально У вас тут чуть-чуть Какая-то условность Генетическая Но больше Дело в том Что человек Вырос В среде Где Простые Нормальные Механизмы Не работали Где Не было Простых Механизмов Отношений В семье Вот Казалось бы Любовь и забота Что проще Что проще Да Любовь Забота Воспитание Все совершали Какие-то ошибки Никуда от этого Не деться Мало наверное На свете Врожденных Гениев Педагогики Вот Но Вот этот сценарий Начинает Закладываться И ты понимаешь Что вещи Не решаются Просто Что мир Не тот Чем он Кажется Что за Родительскими Образами Не всегда Скрывается Любовь И Люди Встречные Для тебя Обычно Попадаешь В отношения Романтические Рабочие Семейные Какие угодно В них Тоже Привносят Это Вот Все Не таково Как оно Кажется Если Оккам Говорил Что Не надо Объяснять Большим То что Можно Объяснить Меньшим А здесь Кажется Наоборот Люди Ищут Больших Сложенных Объяснений Других Механизмов Что все Не то Чем оно Кажется Обычно Подобные Люди Крайне Подвержены Различным Как бы Сказать Мистическим Сверхъестественным Толкованием События И так далее Люди Начинают Истолковывать Свою жизнь Исходя Из массы Привнесенных Факторов И тут На помощь Приходит Как бы Сказать Сильно Упрощенное И превратно Истолкованное Учение О карме Тут на помощь Приходит Любая Эзотерическая Сфера Начиная От астрологии Кончая Многочисленными Гаданиями Приметами Знаками И так далее И так далее Ну очевидно Это все же знают Например Простейшее Когда студент Идет на экзамен И в зависимости от того Сдал он его Или не сдал Он начинает В принципе Вот угадать Что же послужило Может быть Это были условно говоря Простите Там счастливые трусы Которые он надел И вот он считает Что в этих трусах Он всегда сдает экзамен И вот он начинает Ну не знаю Или то что он Повернулся там На одной Или правой Или левой ногой Там шагнул В помещение Где происходил экзамен И вот он пытается Воспроизвести Вот Ритуал всех действий Которые он делал Когда ему повезло И наоборот Найти вот то Самое зловредное Действие Которое он совершил Когда не сдал экзамен То о чем мы с вами говорили Если студент Пару раз в году В сессию Наденет счастливые трусы Или должен будет Выплатить некий Некий ритуал Это не беда Это не принесет Никаких несчастья Если Условно Как символ Эти счастливые трусы Нужны на протяжении Каждого дня А потом Если и счастливые трусы Где-то есть и несчастные трусы Потому что Что-то же ты не так сделал Раз это случилось А тут приходят еще Дополнительные вещи Приходят те самые Эзотерические знания Начинают Сгадания о прошлой жизни Об искуплении грехов и вины О глубочайшем ощущении Что со мной что-то не так Почему я не такой И вот эти Лихорадочные нервные Пусть Что я сделал не так А если я сделал не так И совершил какие-то ошибки За них я должен быть наказан Я их должен искупать Опять-то осознанно Бессознательно Или еще как-то иначе Да Поэтому у нас К сожалению Вот это и есть Нарастающая лавина Усложнений Которая нарастает Не с Как с горы Скатывается камешек Под ножгром Превращается в лавину Камней Волунов И так далее Вот здесь так же Когда-то Где-то давно Скатывается камешек Да Да Нам тут просто пишут Пишет слушатель Что невроз А при неврозе Семья ни при чем Невроз у большинства Учителей Потому что Вся жизнь проходит На работе А работа В постоянном стрессе Ну может быть Учитель как раз Вот и написал нам Ну Я не думаю Что Все учителя Обречены жить В неврозе Невроз Распространенная вещь Но Я думаю Что любой человек Который учился в школе Помнит очень разных Учителей Добрых Понимающих Любящих Свою работу И детей Точно так же Людей Которые ощутимо Не любили Свою работу И терпеть Не могли Детей Я таких Помню Я не думаю Что есть Профессия Обреченная На Обязательную Невротизацию Человек Занимающегося Есть какие-то Дополнительные Условия Есть профессия Малооплачиваемая Требующая Перегрузки Малооплатить Да Наверное Стоят определенные Проблемы Все является Профессия Результатом Более или менее Осознанного Выбора Человека Человек Профессию Когда возникает Выгорание Тревога Злость Значит Тут можно остановиться Перевести дыхание И задать все вопросы Или с помощью профессионала Как что же с тобой происходит Ну вот Ну тут продолжает нам писать Слушайте Невроз Это норма жизни В капиталистическом Обществе Ни еды Ни работы Ничего нельзя Высказать Вся жизнь Под гнетом Ну тут Кстати я могу сказать Что и Почему Только капиталистическом В социалистическом Обществе Насколько я Все-таки Его застал Немножечко пожил Помню что в принципе Достать вот Хорошую вкусную еду Было достаточно сложно Нужно было бы В очередях проводить В очередях Которые тоже Создавали Жуткую Нервозность А вдруг Не хватит А за вами Там значит Там кто-то Лезет без очереди И много чего Там было тоже Из-за чего Можно было волноваться Потому что Нервоз конечно же О личностях Капиталистическое Общество Отдает Как бы это сказать В идее капитализм Это то что Хочешь ты Или не хочешь Возлагает на человека Большую ответственность За свою собственную жизнь Любая Диктатура Человек и снимает Ответственность И всю забирает Государство Всю ответ Забирает себе И для многих Это хороший Когда за тебя Все решено У тебя не зависит Ничего Да Ты понимаешь Спокойно Я не знаю Проведил кто-нибудь Исследование Уровня невертизации В Северной Корее Наверное никто Но есть хороший пример Кто-то вот говорил Что Высказывание его поразило Многие люди Вот Возрастом более Кто служил Вот так Когда-то В Советской Армии Вот они Вспоминали о том Что это Чуть ли не идеальное Было время для них Потому что От тебя ничего не зависит Есть устав Есть распорядок И ты Полностью Ну как бы Вот Отдаешься Вот на волю Начальства И Дальше тебе Не нужно думать Ни о чем Тебя покормят В нужное время Есть там Обмундирование То есть Ну вот Ты должен только Слепо Выполнять приказы И ты будешь На хорошем счету Были люди Не важно Это коммунизм Социализм Или капитализм Будут неврозы Никуда от них Не деться Потому что Неврозы Вовсе Формируются Больше В окружающей Тебя Семье Нежели В том самом Общественном Строе Зачем Мы вообще Сегодня Тему затеяли Вот я думаю Что Нам всем Стоило бы Ну ставить Саму себе Диагноз Невроз Это как-то Сложно Ну тем более Что все Кто читает Интернет Могут найти Там Что такое Невроз Найти Массу Его Формулировок Определений Из классической Психиатрии Из психотерапии Психоанализа Очень много Определений Диагностировать Своё самому Обычно Нет Обычно Все задумываются Когда что-то Не так Вот мне кажется Нам становится Плохо Когда это Чрезмерное Усложнение Затопляет Нашу жизнь Затопляет Все сферы Этой жизни Начинает Сказываться На отношениях На здоровье На карьере На чем угодно И Мне кажется В любой момент Любой человек Может сказать Задать себе вопрос Что происходит В моей жизни Почему Все стало Так сложно Почему так сложно В отношениях С людьми Не важно Это коллеги Это близкие Это начальство Или кто угодно Что такое Стать проще Знаете Это странная фраза Будь проще Люди к тебе потянутся Да Простота Тоже Не менее Очень сложное Определение Что такое Простота Настоящая Простота Безневротических Усложнений Это одна вещь И да Наверное Рядом С по-хорошему Простым человеком Спокойно Ну может быть Именно Простота Воспринимается В том Что человек Не держит Может быть Там камня За пазухой То есть Если что-то Ему не нравится Он открыто Говорит Мне это Слушай Ты знаешь Мне вот это Не нравится То есть Я думаю Что может быть Воспринимают Именно Вот Скорее всего Простоту В том Что человек Не Пытается Показать себя Лучше Чем он есть А Хорош Слово Искренность Да Прекрасное Слово Искренность Это кстати По-моему Это было У китайцев Или у японцев Одна из характеристик Человек Он искренний человек И Это всегда Было Позитивной Характеристикой Вот Искренность В человеке Делает его Достаточно Обычно Привлекательным Для людей То есть Может подкопаться На те Что А может быть Искренним Злодеем И так далее Но не будем Сейчас придираться К каждому Слову Но на самом Деле Будь проще Люди К тебе Потянутся Это Не всегда Не всегда Так работает Потому что Для невротических Людей Невротических Личностей Простота Чужда И непривлекательна Поэтому Есть женщины Влюбляющиеся В психопатов И алкоголиков Которые Вроде как Ищут счастье В личной жизни Но ходят И что-то Совершенно другое Есть мужчины Не влюбляющиеся В женщин С очень Странной Личностной Конструкцией Для которых Жизнь В конфликтах В истериках В требованиях Есть То самое Привлекательное Состояние И опять Оно привлекательно Потому что Когда-то Ты нечто Похожее Скорее всего Испытывал Поэтому Простота Для некоторых Кажется Скукой Простота Кажется Чем-то Не только Простым А именно Примитивным Это неинтересно Это не вызывает Какую-то Искру Это тебя Человек Тебе кажется Просто неумным И скучным Потому что В нем нет Эмоциональных Бурь И опять Если мы Посмотрим Все эти Любовные романы И фильмы В отношениях Там везде Все непросто О простых отношениях Не пишут Книг Не снимают Фильмов Потому что Это скучно Любви не бывает Все просто И гладко Пелось Должна быть Женщине Какая-то Загадка Кому Загадка А кому Страшная Сказка Так вот Мне кажется Если мы Начинаем Ловить Себя Что мы То ли Осознанно То ли Бессознательно Везде Начинаем Искать Усложнения Привлекать Усложнения Мы начинаем Со всеми Внутренними Сложностями Выбирать Себе Не менее Сложных Партнеров Для отношений Эти Сложности Суммируются И получается Такое Что лучше Бо Никому Это не Видеть Люди Люди Себе Им Это Добавляет Вкуса Но вот К сожалению Такие Кулинарные Привычки Гастрономические Еще и Будут В жизни И в самых Разных Отношениях Ну вот Качкандидатским Вопросом Он Заток Самому Себе Эти Вопросы Потом В поисках Ответа Начинает Искать Помощи Профессионала И лучше На мой Взгляд Это делать У Простой Ясной Психологии Психотерапии А не Искать Эзотерических Объяснений Потому что Эзотерические Объяснения Принесут Еще больше Сложностей В вашу Жизнь На мой Взгляд Я не хочу Отбивать Кусок хлеба У людей Эзотерических Знаний Но Мой опыт Мне так Подсказывает Спасибо большое Рель Резник Мартов Врач Психиатр Психотерапевт Программа Диагноз Недели И до Следующего Понедельника Всего доброго